Ну а в военном городке на Урале развернулась целая боевая компания, враги жителей Свердловской области, коммунальщики и мусор. Компании собирают деньги за вывоз отходов. Только отбросы так и остаются на месте. Скоро ли ждать конца этой большой свалки? Разбиралась моя коллега Анастасия Цепиева. Свердловская область Отгонять приходится не только насекомых. По дворам и подъездам не таясь, разгуливают крысы. Из-за 35-градусной жары в городке настоящая антисанитария. При этом люди платят за коммунальные услуги. Пишут жалобы, но мусор остается на своем месте. Мусоровозка не ездит, сломанное место, говорят, стоит Свердловский уже. Отремонтировать не могу. Это кто-то говорит? Водитель мусоровозки. А водитель? Да, вот он жил в 29-м дождь. Говорят, угнали машину на ремонт. Сейчас звонят, говорят, нет денег на ремонт автомобиля. На самом деле виновата здесь не только неисправная машина. Оказывается, в городке не так давно сменилась мусоровозящая компания. Новая фирма по документам начала свою работу, только вот все платежи пока не прошли. Поэтому зарплату сотрудники не получили, а работа по вывозу мусора приостановилась. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства и впредь намерены не допускать подобных задержек в вывозе мусора. Сейчас наладятся, возобновятся эти услуги. То есть поставщик уже получает деньги, поэтому поставщик услуг. Поэтому я думаю, что никаких проблем не должно возникать в преде. Поэтому вопрос. Военная прокуратура городка уже возбудила несколько административных дел. Ведь по закону, если на улице теплее 5 градусов, мусор должны вывозить каждые 24 часа. Так что пока коммунальщики обещают все убрать, жители запасаются стерильными масками и антибактериальными средствами.